Привет, ребята! Очередно раз вы спросили, а как же научиться ориентироваться на звездном небе? И вообще, какие программы существуют для того, чтобы быстро определять, что перед тобой здесь, да, или планета, какое созвездие и так далее? Я решила, что вместо того, чтобы отвечать каждому отдельно, я сделаю лучший, хорошенький обзор. Расскажу не просто, каким приложением я пользуюсь, но и покажу, чтобы вы уже знали, какие возможности это приложение дает. Сразу хочу сказать, я пользуюсь программой Stellarium. Это приложение я скачала очень много лет назад, оно платное, и могу сказать, что оно очень удобное, я им довольна. Это не проплаченный какой-то обзор и так далее. Просто так и есть. Спускаем программу Stellarium. Здесь у меня остались иконки еще от моих настроек. Внизу находится панель управления. Здесь можно выбрать режим ночного видения для того, чтобы глаза адаптировались. То есть, у вас не засветило, и это не мешало наблюдать за звездным небом. Также внизу находится значок телефона, который называется сенсор. Когда вам нужно направить телефон на определенный объект, и посмотреть, что это такое. Например, передо мной сейчас находится солнце. Я направляю телефон на солнце, и он показывает его. Соответственно, если нужна какая-то другая звезда, я могу направить, но иногда эта функция подглючивает. Но если у вас есть ориентиры, допустим, вы точно знаете, где находится большая медведица. Направляйте на большую медведь, видите отклонение, и уже по нему ориентируйтесь. Допустим, вы нашли объект, который вам нужен. При нажатии на него вверху появится о нем информация. Тип объекта, звездная величина, насколько яркий он на небе, а также расстояние до него, что, на мой взгляд, самое интересное. Допустим, приложение показывает, что до Урана 20 астрономических единиц, а до Венеры всего 0,8. Что это значит? Одна астрономическая единица равняется расстоянию от Земли до Солнца. Ее обычно используют для того, чтобы ориентироваться в пределах Солнечной системы. А так, приложение обычно показывает расстояние в световых годах. Внизу есть иконка спутника, кликнув на которую вы можете посмотреть, какие спутники находятся на орбите Земли. Вот, например, вот эта полоса, скорее всего, спутники Starlink, которые так мешают астрономам наблюдать за небом. Но в достоверности этих данных, честно говоря, я сомневаюсь, ну, касаемо месторасположения. Посмотрите, если убрать горизонт, какое огромное количество спутников вращается вокруг Земли. Просто сумасшествие! Если вообще убрать все функции, это выглядит вот так. Постепенно включаем название созвездия и соединяющие линии, и для полнейшей визуализации такие забавные картиночки. И хоть мы убрали горизонт, его все-таки видно, вот этой вот серой линией посередине. Также внизу в виде звезды есть иконка. Если вы нажмете на нее, приложение покажет шаровые и звездные скопления, и их звездную величину. А если вам нужно сориентироваться по частям света, также внизу есть иконка в виде компаса. Также вы можете включить экваториальную и азиментальную сетки. Это важно больше при наблюдении объектов телескопа. Также приложение может показать время дня или ночи. Честно говоря, я никогда этим не пользуюсь. Разве только чтобы посмотреть видимость каких-либо объектов, типа Луны или той же Венеры. Итак, переходим к верхней панели инструментов. Первое, что мы видим, мы можем настраивать дату и время. Допустим, если мы хотим посмотреть звезды и следующие ночи, мы можем настроить дату. И он выровняет расположение планеты и звезд точно по этому времени. Немаловажную роль для видимости многих объектов на небе играет ваше месторасположение. Поэтому вы можете настроить его в приложении, используя GPS. Или если вы собираетесь куда-то поехать, можете настроить время и, соответственно, выбрать это место в приложении. Есть интересный раздел «Знания о звездах». Честно говоря, до того, как я туда залезла, я даже не знала, что есть другие системы созвездий. Так что можно по ним полазить и найти что-то интересненькое. Например, такие созвездия, как пять феодальных королей или скрученный язык, как здесь. Кстати, мне еще очень нравится, как прорисованы здесь многие объекты. Скопления, как плеяды. Или посмотрите, если приблизить Марс, как это здорово выглядит. Также вы можете воспользоваться поиском вверху и найти, например, Андромеду. Она тоже неплохо прорисована. Ну и, конечно же, всякие визуальные моменты вы также можете настроить под себя. Увеличить яркость Млечного Пути. Сделать видимой плоскости клиптики. То есть плоскость вращения нашей Земли вокруг Солнца. А также увеличить ширину соединительных линий в созвездиях. Надеюсь, это видео было для вас полезным. А вам всего хорошего. Сладайтесь небом и звездами, встречайте Бог. Потому что оно прекрасно.